Петроградская сторона Но, несмотря на это, в двух шагах от Большого проспекта расположена одна из старейших общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, которая с момента основания носит имя поэта. Неужели этот великолепный особняк раньше принадлежал Пушкину, часто спрашивают у нас новые читатели. Нет, это не особняк, а Пушкин здесь и вовсе никогда не бывал, отвечаем мы, прежде чем начать рассказ об истории нашего уникального здания. Библиотека Пушкина единственная в районе занимает отдельное здание, фактически отдельный особняк, но здание не видно со стороны Большого проспекта и близлежащих улиц, поэтому библиотека остается незаметной для многих прохожих. Однако этот дом никогда не был жилым. В 1897 году во дворе училища для бедных девиц всех свободных сословий, основанного принцессой Терезией Альденбургской, было построено двухэтажное здание лазарета. Эта постройка – первая серьезная работа молодого архитектора Георгия Люцидарского. В особенностях композиции ощущается предчувствие модерна. С внешней стороны здание почти не изменилось, за исключением незначительных деталей. Интерьер был преобразован в соответствии с нуждами библиотеки. Главным помещением всех лазаретов при учебных заведениях был смотровой кабинет. Здесь осматривались вновь прибывшие воспитанницы перед зачислением в училище, осуществлялся первичный осмотр заболевших детей, проводились стоматологические процедуры и выдавались лекарства. В настоящее время это помещение является читальным залом. Общая палата институтского лазарета представляла собой большой дартуар с бесконечными рядами металлических кроватей и тумбочек. Палата была рассчитана на 20-30 заболевших, однако обычно их было 2-3 человека. Такое количество мест предусматривалось на случай эпидемии. Сейчас на месте дартуара размещается основной фонд библиотеки – это художественная литература и книги по искусству. Помимо дартуара в здании имелась палата-изолятор для инфекционных больных. Сейчас здесь размещена часть фонда с книгами по различным отраслям знаний – наука, психология и философия, литературоведение и другие. Как любое старинное здание, наше также хранит секреты и клады. При разборке подвалов нашими сотрудниками был обнаружен личный дневник молодого человека, жившего в 1920-е годы. Юноша был не обделен творческими способностями. В свой дневник он записывал стихотворения и музыкальные этюды собственного сочинения. Конечно, парень был влюблен. Его любовью была девочка по имени Тата, которой он посвящал свои письма и стихотворения. Как дневник попал в подвал еще действующего на тот момент лазарета и как сложилась судьба юноши, мы, к сожалению, никогда не узнаем. История лазарета обрывается, а история библиотеки Пушкина начинается в 1887 году на Выборгской стороне. В год 50-й годовщины гибели Пушкина по указу Городской думы Санкт-Петербурга в городе была открыта вторая бесплатная читальня его имени. Библиотека занимала съемную квартиру на Большом Самсоневском проспекте, дом 23. В 1927 году библиотека Пушкина с Большого Самсоневского переехала на Большой проспект Петроградской стороны в здание бывшего лазарета. Во время Великой Отечественной войны Пушкинская библиотека обслуживала жителей блокадного Ленинграда, передала часть книг военно-морской госпиталь. Теперь это центральная библиотека Петроградского района, которая уже 133 года с гордостью носит имя великого русского поэта. Гордостью библиотеки всегда был и остается фонд ценных и редких книг, которые удалось сохранить, несмотря на непростые годы ее истории. Коллекция дореволюционных изданий насчитывает около 1000 томов. 200 из них – это издания Пушкина, в том числе опубликованные при жизни поэта. Такая своя, пусть небольшая, пушкиняна. Кроме того, в библиотеке вы найдете большой выбор художественных и научно-популярных книг российских и зарубежных авторов. Книги для детей, журналы и газеты. Каждый месяц наша библиотека пополняется новыми книгами.